Всем приветики и добро пожаловать на мою косметичку. Будем сейчас перекладывать все, что я отобрала на следующие несколько месяцев. Как всегда, здесь карандаши, карандаши для губ, для глаз, какое-то такое все, что в принципе я не меняю, да, у меня всегда вот лежит в этом месте. Праймер, который находится у меня уже очень давно, в Project Pen с прошлого года, в этот год, и просто он у меня есть всегда, и я стараюсь часто им пользоваться, чтобы закончить это Герлен. Несколько праймеров я решила взять в эту косметичку, наверняка она у меня на несколько месяцев будет, следующая, наверное, весной сниму. Один праймер от Evaline Unicorn, помню, купила, потестировала, мне он понравился и как-то больше к нему не возвращалась. И мне кажется, сейчас вот зимой дополнительный уход в виде праймера не помешает. Вот, ставлю сюда, и еще один праймер, который тоже придает увлажнение, сияние кожи, Glass Liquid Skin Revolution, здесь какие-то сиялочки чуть-чуть есть, маселка, по-моему, тоже что-то такое, вот видите, классная штука. Тональный, которым я пользуюсь сейчас, из Project Pen, буду пользоваться дальше, это Catrice True Skin, все мне устраивает, обожаю. В чистом виде, тонким слоем, чуть наслоить, если нужно больше, в общем, все, что мне нужно от тонального, я получаю вот от этого средства, я обожаю этот тональный. Но я часто делаю так, что либо вот какой-то подсвечивающий праймер, либо подмешиваю жидкий хайлайтер сюда. Очень люблю такое сияние, сияющую кожу. Тональный тоже, который вот из Project Pen, но я им сейчас не пользуюсь, это просто, знаете, такая подмешивалка, затемняю какие-то тональные. Если вам интересно, почему у меня меньше косметики или чего-то не хватает, то у меня есть еще Project Pen, оттуда я тоже всем пользуюсь. И вот, допустим, вот этот тональный тоже у меня из Project Pen, я то, что у меня в Project Pen, тоже, кстати, складываю сюда, надо будет им попользоваться. Я не помню уже, какой он по качеству, нормальный ли еще, да. Окей, еще один тональный, который у меня уже давно, я вижу, он как-то так надулся чуть-чуть, надо будет попробовать им попользоваться, надеюсь, он еще окей. Это Glown, нет, это Born to Glow NYX. Надо будет вспомнить, какой он. Окей, тональный пока что все. Опять-таки, у меня в Project Pen есть один консилер и вот этот хочу взять. Пудра, опять-таки, у меня несколько в Project Pen есть, но я взяла в косметичку еще вот эту. Kiko, мне кажется, давно я ей не пользовалась, это была лимитка Unexpected Paradise. Надеюсь, она еще нормальная, уже забыла, какая она, вспомним. Так, дальше у меня для кожи лица, для тона вот такая вот подставочка, что я сюда отобрала. Вот этот хайлайтер, якобы хайлайтер от Essence Make to Make Me Glow, вот запеченный хайлайтер, но я уже как-то рассказывала, для меня это слабый очень хайлайтер. Хотя он, видите, переливается вроде, я люблю поярче, поэтому использую вот эту вещь как закрепляющую финишная пудра а-ля Hourglass. Тоже она у меня сейчас будет в палетках других, все покажу. Вот реально из бюджета, если вы ищете что-то сравнимое, похожее, но не можете позволить себе, не знаю, пудру вот эту, Hourglass, то реально можно легкой рукой такой пушистой кистью набрать по всему лицу, просить будет тоже, ну не то же самое, но похожий очень эффект, подсвечивание. Один из новеньких хайлайтеров у меня, и он такой, знаете, розоватый, золотистый, сверкающий, мне кажется, сейчас на зиму будет неплохо. Show Gold Extra Dimension Skin Finish, я обожаю эти средства из MAC. Это была просто наклейка, якобы лимитка, достался он мне бюджетней. Вот так вот выглядит красотульчик такой. И вот камера не передает, но под каким-то углом он реально такой розово-персиковый. Может на свотче будет видно? Нет, не видно, вот я вижу его другим. Вот под каким-то углом он, сейчас он просто золотистый, а я его вижу розоватым. Поехали дальше, как же без моих любимых румянчиков, у меня их, боже, я уже запутала, 4 или 5 оттенков. Pure Nude Baked Blush, был у меня в прошлой косметичке. В позу прошлой, и я решила взять снова, но уже другой оттенок, конечно же. Это такой более прохладный, называется Goldie Cassis. Cassis это смородина, по-моему. Вот, такой вот красотульчик. Я обожаю эти румяна, здесь есть легкий такой уж имя, потому что совсем легкий, видите. На коже это не очень видно. Мне кажется, сейчас будет холодный макияж, такие холодные губы, глаза будут офигенно. Будет очень красиво. И опять-таки, если взять вот это средство и вот это, для меня это бюджетные аналоги. Hourglass, давайте я вам покажу. Что я болтаю, болтаю. У меня нету такой, знаете, модной нынче палетки с шестью оттенками. Я бы очень хотела, но я нигде не могу найти, купить. Хотела себе на день рождения, может, взять, да. Я ничего не могу найти, везде все распространено. У меня есть вот это Hourglass. Три оттенка именно. Diffused Light, Euphoric Fusion, Luminous Bronze Light. То есть, в принципе, здесь хватает средств, да. Вот эта пудра знаменитая, которая подсвечивающая. Вот мне кажется, вот эта неплохая замена. Румяна. Честно, вот эти румяна Hourglass мне нравятся меньше, чем Essence. Вот реально, у Essence лучше пигментация, а не выглядят на коже лучше. Все, все лучше. И бронзер тоже нормальный, все нормальные средства, но, честно, без вах. Вах, вау, не знаю. У меня есть штуки три, как минимум, замен, аналогов. Я уже показывала в каких-то видео запеченные такие вот тоже мраморные бронзеры. Более бюджетные, Revolution, Max Factor у меня есть. Еще какое-то, уже не помню. В общем, приятно иметь. Конечно, буду пользоваться. Я ее достала с ног, потому что я уже давно не пользовалась. И вот буду балдеть. Сейчас покажу, в каком месте она у меня хранится. Давайте продолжим. Здесь у меня тоже лимитка Kiko. Очень красивый футлярчик. Какая красотенькая, посмотрите. Оттеночек 03 Rose Garden. Такой чуть-чуть поярче, да. Если вот эти холодные такие, да, то вот эти дадут чуть персика, чуть теплинки. Очень красивое здесь такое вытеснение. Хороший пигментированный, очень румяна. Решила взять какие-то кремовые, потому что я люблю кремовые текстуры. Давно не пользовалась вот этим. Это 2-in-1 Cushion Cloud. То есть для губ и для щек. Но я их пользуюсь для щечек. Bubblegum оттенок. Розоватенький, по-моему. Забыла уже, какие они. Не помню точно. Хочу попользоваться. И цель вот таких вот косметичек, да, ратировать косметику, пользоваться тем, что есть, да. Чтобы не залеживалось. Но также с таким методом я находила какие-то средства, которые я давно не использовала. Забыла о них. И они по какой-то причине мне уже не нравятся, да. То есть я так немножко почищаю косметичку. Поэтому беру какие-то средства, которые я там, не знаю, не помню уже, какие они или что-то с ними было не то. И вот не помню. Ну, мне кажется, я не очень была в восторге. Попробуем. Попробуем. Вспомним. Дальше. Кремовая текстура. Снова обожаю. Shade & Sculpt Lamelle. Шикарный холодный оттенок. На зиму будет круто. Видите, у меня даже не всё заполнено. Но я так специально взяла, чтобы, знаете, не слишком много было. И вот эти штучки, штучка Shiglam. Когда я, помню, делала отзыв на Shiglam, когда я купила вот эту... У меня есть румяна, хайлайтер, вот это контурирующее средство. Никто не говорил о них. Я несколько раз видела вот рекламу, какие-то фотки на Инстаграм. Но нынче на ТикТоке модно вот это. Я, оказывается, в тренде. И вот решила взять снова. Очень хорошая текстура, оттенок. Они натуральные. Почему они? Почему я всё время хочу сказать румяна? Контурирующее средство. Вот это жидкое, понимаете? Вот оно такое. Это такая вот штучка, можно на руку, можно сразу на лицо наносить. Холодный, шикарный оттенок. Естественно, тушуется замечательно. Уникальное средство. Честно, в такой форме. Ну, прям выглядит, как какой-то люкс. Очень-очень хорошая штука. Правда, нужно заказывать на сайте Shein в интернете. Но там такой бюджетный всё. Можно заказать ещё что-нибудь для хозяйства, как Алиэкспресс. Что-то похоже. Шмотки, косметика. Там, кстати, неплохая. Я тоже сначала думала, какая-то китайская фигня. Нет, очень хорошие средства. Так, убираем вот это. Дальше лежат у меня средства для глаз. Давайте продолжим. Туши, которые сейчас у меня в использовании. Вот это Люксик Ланком. Попалась у меня когда-то в адвент календаре. Поэтому, думаю, зачем, чтобы пропадала, буду пользоваться. Нормальная тушь, но ничего особенного. Вот эта тушь пустая, но я беру щёточку. И наслаиваю вот эту тушь, которая Эвелайн. Не очень такая она хорошая. Но с щёткой от Лореаль работает бомбезно. Также у меня с Эльф. Такая себе тушь. Среднячок, но беру щёточку. По-моему, телескопик обычная. Или вот эту можно потом взять. Буду пользоваться. Дальше для базы, для основы под тени. Я очень люблю базы. Какие-то кремовые тени. Либо вот эта. Вот Катрис. Хорошая. Вот такой вот оранжевый колпачок. Мне нравится. Вот эти тени кремовые. Тоже в чистом виде. Основа, как база под сухие тени. Оттенок называется 0,4. Ещё одни кремовые тени взяла. Пусть будут. Хотя, скорее всего, буду забывать им пользоваться. Кико. Такие вот. Оттеночек 0,5. Очень классный оттенок. Но у меня проблема. Как-то не засыхают у меня вот эти кремовые тени. Хочу попробовать на базу, может. Либо на припудранные века. Однушки я беру редко. Но взяла вот эти шикарные. Такую зиму. Мне нравятся холодные макияжи. Оттенок 0,5. Эссенс. У него такой потон. Они стальные, серые. Но у него как будто немножко зеленоватые. Вот эту штуку я решила достать. Лежит уже несколько лет. Ещё не засохла, кстати. Попробовать. Это такая вот кремовая подводка. У меня есть кисточки специально от L'Oreal. Вот иногда, чтобы, знаете, вместо карандаша можно чуть провести по линии ресниц. Пусть будет. И Revolution Pro. Когда? Как не сейчас. Не зимой. Надо было вообще-то на Новый год достать. Блэйс оттенок. Это очень шикарные кремовые тени с кучей блёсток, переливалок. Может когда-нибудь нанесу. На работу, конечно же, нет. Но вот мало ли. Будет случай. Люкс Визаж. Такая вот тушь. А-ля для бровей такая вот штучка. Я пользуюсь таким. И я взяла вот это средство, как замену Баби Браун, когда закончится. Буду пытаться закончить вот это средство. Тоже уже давно у меня. Так. Ну и последнее. Сейчас уберу вот это. Чтобы у меня место было. Так. Для культ у меня такая вот штучка здесь. Попыталась брать не слишком много продуктов. А то я замечаю, что я просто не успеваю пользоваться вот этим всем, что я выбираю. Не очень люблю эту помаду, но есть она у меня. Это клиник. Именно в таком холодном оттенке. Видите, с какими-то блёстками. Внутри увлажняющий какой-то слой. Немножко попользуюсь, надеюсь. Мне кажется, самое время вот этой помаде сейчас будет. Это Кико. Оттенок 0,5. Ну, неважно какой оттенок. Это была лимиточка. Такой холодный. Прям такой фиолетовый немножко. С карандашиком. Я найду им применение. Видите, здесь такая магнитная штучка. Помада, которую я уже давно не доставала. Это Клоранс. 7,5,9 оттенок. Это такой вот нюдик. Видите? Надо будет ей попользоваться. Она уже старенькая. Надеюсь, она ещё нормальная. Здесь залез. Не вылазит. Еле достала такую малюточку. Это у меня миниатюрка. Бренд Mark Jacobs. Хороший был такой бренд. Почему пропал? Очень жалко. У меня есть тени и блеск, по-моему. И вот этот миниатюрчик помадки. Оттенок вообще не моё. Но я буду брать, как всегда, потемнее карандаш для губ. Найду ей применение. Пусть попользуюсь ею. Помада неинтересна. Тем, кто не живёт в Германии, это Petswai. Подаётся в Aldi. Тоже такой прохладный. Мне кажется, зимний оттенок. Давно не пользовалась. Бальзамчик в очень ярком оттенке. Красный вот такой вот. Но у него холодный потон. Я вот такой лёгкой рукой нанесу. Может, с карандашком каким-то. Такой, знаете, румяный будет оттенок губ. Ярко, конечно, да. Но иногда мне такое нравится. Почему бы нет? Блеск, который тоже в таком виде уже не продаётся. Это был именно такой финиш Dazzle. И я очень люблю эти блески L'Oreal, потому что они такие липковатые. Даже кому-то будет слишком липко. А мне нравится. И у них, у этого оттенка, который такой вот Dazzle финиш, разноцветные такие вот переливашки. Смотрите, как красиво. Можно в чистом виде, можно как топер на помадку. Зла, вот этот блеск. Надо будет посмотреть, какой он. Может, он уже не моё. Пишет Carrying Volume Glass. То есть, ухаживающий блеск для губ. L'Oreal, тоже не продаётся уже. Мне кажется, на помаду будет классно. И блеск, который я давно не брала. Кстати, популярный он на ТикТоке, на Инстаграме. Соглашусь с этим. Очень пахнет вкусно, увлажняет. Прекрасные оттенки. Упаковка классная. Всё супер. У меня оттенок 17. Палеточки теней. Старалась тоже не слишком много взять. А то, знаете, я наберу. Потом не успеваю попользоваться. Так, вот это я уже показывала. Это Hourglass для лица. Ну, в принципе, тоже можно. Затемнять веки. Не знаю, подкрашивать что-то. На глаза тоже можно. Ох, достала свою бедовую. Почему бедовую? Не то, что она бедовая. Она не бедовая. Она непутёвая какая-то. Не знаю. Диор единственные тени у меня. Это была какая-то лимитка точно. Они уже такие старенькие. И вот эти, вот эти, вот эти оттенки можно пользоваться. А вот эти так жутко осыпаются. Вы видите, как выглядит вот это всё здесь? Вот так и на лице, когда вы делаете макияж. Классный оттенок, классный оттенок. Ну, попробую вот налепить на кремовые тени, на какую-то базу. Попробую попользоваться ими. Это жалко. Мне уже не знаю, сколько они здесь лежат. Я их не доставала давно. Мне кажется, я сначала взяла другую палетку худые. Я очень люблю тени худые. Фиолетовую. Но, скорее всего, я ей часто пользоваться не буду. Там такие интенсивные. И фиолетово-аметистовые вот такие вот оттенки. Бордовый там тоже есть. Я её убрала всё-таки и решила взять вот эту. Она холодная. Опять-таки, о, что случилось с этим оттенком? Нет. Только сейчас увидела. Вы представляете? Зараза такая. Мне кажется, я их немножко уронила. Но это было не с высоты высокой, знаете. Вредина такая. Оттенки холодные. Будет хорошо на зиму. Даже вот эти блёсточки, вот эти вот зеркающие. Да, они не на каждый день. Но я их могу вот так чуть-чуть слегка как топпер нанести. Вот этот оттенок, в принципе, тоже. Окей. Сейчас мы его спрессуем. Ну, понятное дело, что он уже подпорченный. Но вот так пальчиком набирать, наслаивать можно, в принципе, ещё попользоваться. Если нет, то выковыряю. Вот. Бюджетненькая ситуация. Здесь у нас это шикарные финиши. Здесь LN Pro. Хотела бы побольше попробовать вот этой марки. Я знаю, хвалят много чего у них. Но мне в Германии недоступно. Вот Lamelle заказала на Makeup. На Натина есть Lamelle. А вот LN Pro нету. А эту я покупала когда-то в Украине, года три назад. Матовые окей. На базу, на кремовые тени можно нанести. Но вот эти финишные, это что-то нечто. Это так красиво. Это так красиво переливается. Бюджетненько. Понятное дело, это не Huda Beauty. Да, есть. Вот можно сравнить их. Они похожи между собой. Вот эти финиши такие прикольные. Но для бюджета неплохо. Наслоить на что-то, на какие-то матовые. Они сами по себе очень такие, знаете, полупрозрачные. Вот это, например. В чистом виде он никакой. А вот нанесешь на... Вот это топеры, понимаете. Их нужно наслаивать. Поэтому нужно пробовать. Я бы хотела еще одну, но не могу купить. Любимейшая моя палеточка. Как же я ее люблю. Это Zodiac BH Cosmetics. Почему-то мало кто говорит их в тенях. А у них такие классные тени. У меня есть три палетки. Я все обожаю. Никогда не продам, не отдам, не выброшу. И, конечно же, я купила козерог. Ну как же, я же тоже козерог. Такая она коричневая. Интересная. Но вот мое. Мое. Только у меня, конечно, беда. Беда. Почему-то не падала она ничего. Раскрошился. Надо будет как-то спрессовать. У меня есть алкоголь специальный. Или куда-то пересыпать. Чтобы не летало вот это все по одежде и так далее. Вот этот оттенок. Он такой классный. Его можно использовать даже как хайлайтер. Я люблю под бровку потушевать. Шикарный оттенок. Но вот не знаю, что с ним случилось. Матовые. Шикарное качество. Не хуже Анастасии. Вот эти шиммерные. Обожаю. Супер качество у этой палетки. Кроме вот этой беды, которая случилась. Надо будет что-то сделать. Вот. Аккуратненько. Складываю. И опять говоря о сайте SheIn. SheGlam. Решила взять вот эту. Не знаю почему. У меня есть еще две палетки. Four Bakes Seek Palette. Она по сравнению с теми двумя, которые у меня есть, скучноватая. У нее нету каких-то мега классных финишей здесь. Нету ничего особенного. Но хорошие базовые оттенки. Затемнять, потушевывать, выстраивать форму глаза. Все. Есть что нужно. Хорошая-хорошая палетка. Хорошие матовые качества. Все. Шиммеры ну такие себе. Поэтому буду брать какие-то однушки из других палеток. Они неплохие. Нет, но тоже ничего особенного. Хотя вот этот, допустим, такой немножко розовая золотка такое. Нормальный оттенок. Можно пользоваться как топпер. Вот так вот выглядит моя косметичка. Надеюсь, вам было интересно. Как часто вы меняете косметику, если у вас ей побольше, как у меня. И если у вас только одна косметичка, только те одни же продукты. То понятное дело, что нет. Может, поэтому вы заглядывайте на такие видео, как у меня. Чтобы поглядеть на разнообразие. Что там интересно у людей. Просто поглядеть на косметику. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся скоро в моем следующем видео. Пока-пока.